Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРА-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Прекрасного, доброго, светлого утра, отличного настроения всем слушателям нашей радиостанции, всем, кто настроился на «Волну 101.0 FM», либо слушает нас в интернете на сайте «Кирова.ру». Эта программа «Открывашка» традиционная, воскресная. Очень рад находиться здесь в компании своих соведущих. Сейчас они представятся. Меня зовут Владимир Сметанин. Итак, соведущие, уважаемые, здрасте. Здравствуйте. Доброе утро. Привет. Еще. Давайте поподробнее. Я-то представился, сказал, как меня зовут. Меня зовут Злата Андреева. Так. Сколько лет? Где учишься, чем увлекаешься? Мне 11 лет. Я из Вятской гуманитарной гимназии. Люблю рисовать, танцевать. Петь, соответственно. Безумствовать. Нет, петь я не люблю. Следующий ведущий от «Кировашки». Меня зовут Софья Занько. Я тоже из ВГГ. Мне 12 лет. Мы со Златой из одного класса, так можно сказать. Ну, девчонки, перехватили инициативу у еще одного ведущего. Это мальчик. И сегодня у него дебют в нашей программе «Открывашка». Хочется с ним поподробнее пообщаться. Представляйся. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Мне 10 лет. Я учусь в 14-й школе в 4-м А-классе. Миша, у тебя замечательная фамилия необычная. Так забыла ее озвучить. Литун. Литун. Запоминайте. Миша, кстати, предупредил. Ни в коем случае не через «Е», а через «И». Литун. Литун. Миша, ну, очень рада тебя приветствовать. Спасибо тебе, что ты влился в наш дружный коллектив. А чем ты увлекаешься? Ну, я люблю петь, потому что я хожу в музыкальную школу, играть на пианино. То есть фортепиано у тебя, да? А еще какой-то инструмент есть? Нет. Только фортепиано, да? Да. Не совмещаешь ни с чем. Хорошо. Итак, я хочу, чтобы вы, уважаемые мои соведущие, описали сейчас обстановку, в которой мы находимся. Вот девчонки тут укутались. Ну, расскажите, что вы видите. В такой теплой обстановке вместе с нашими уважаемыми гостями, со слоном розового цвета. Это нормально. Это на самом деле так. У нас слон розового цвета. Большой. Девчонки закутались в пледы, да? Да. Они такие пушистенькие. Закутались. Миша там оперся немножко на мягкую-мягкую-мягкую подушку. Ну, как мягкую. Почему именно такая у нас атмосфера сегодня в студии, сейчас расскажут наши гости. С удовольствием их приветствуем. Ольга Чаузова, актриса театра «Наспаска». Ольга, доброе утро. Здравствуйте. И Наталья Красильникова. Это режиссер театра «Наспаска» и куратор проекта «Сказки для Мартина». Здравствуйте. Добрые. Хочется от вас услышать слово. Почему вот это все присутствует у нас? Пледы, подушки, вот этот слон розовый. Ну, потому что мы сегодня пришли рассказать о нашем проекте, который называется «Сказки для Мартина». И принесли с собой непосредственно у главного героя этого проекта, розового слона Мартина. Розовый слон Мартин. Да. Кто его делал? Его делали, мы сделали его силами нашего театра. В основном его делал наш прекрасный зафлет Юлия Анушайта. А это не просто... Прямо сама иголочкой. То есть это ручная работа. Это ручная работа, да. Бесценный. Слон у нас специально для этого проекта. Я не могу носок зашить. Носок. А как тут слона-то сделать? Как слона сделать? Да. Ну, думаю, ей было нелегко, но, судя по результату, она прекрасно справилась. Вот. Этот слон Мартин у нас не случайно, потому что, когда мы придумывали, вот что это за проект, то есть это проект был придуман для того, чтобы мы познакомили зрителей наших будущих детей, детей, родителей с детскими, современными книгами, которых очень много и которых, к сожалению, не все знают. То есть мы сталкиваемся, как работники детского театра, что все наши зрители знают сказку «Золушка», «Белоснежка». Вы имеете в виду современную детскую литературу, а как-то... Да. И мы вот понимаем, что любое современное название в репертуаре театра возникает, вызывает вопросы. Поэтому вот мы решили сделать такой проект, чтобы ознакомить нашего будущего зрителя маленького с вот такими книгами. Вот. И мы, конечно, очень долго придумывали, что... Как это все сделать? Вот придумали, что у нас будет такой главный герой, Слон Мартин. Почему именно Слон? Все очень просто. Ребята, почему вы не спросите? Не зададите этот вопрос. А есть такая книга, по-моему, я точно ее не читала. Но читала, то есть там был кот, собака, ангел. И там был такой слон розовый. И они, по-моему, пытались осчастливить ангела. И они рассказывали ему историю, кстати, про то, что если она будет радоваться, то когда они встретят знакомого их слона... Я не знаю, почему это такая книжка, но из этой серии я очень любила эти книги. И этот розовый слон постоянно там рассказывал истории. Я не знаю, что это за социальность. Это как-то связано вот с тем, что... Нет, это не совсем с этой книжкой, связано с книжкой Ленор Горалик, писательница «Мартин не плачет». Вот. Это книга, которую мы первую просто читали вот в рамках нашего проекта, в библиотеке имени Пушкина мы его презентовали. И там главный герой, слон Мартин, слон, который вполне в себе современный, потому что его создали в пробирке. Он родился в пробирке, и он такой, ростом вовсе не со слона, а с такой большой кошкой. Поэтому вот... С очень большой. С очень большой кошкой. То, что он розовый, это вот как бы уже наше такое видение. Бой здоровый. Потому что ответа в той книжке было не сказано. И вот с той самой первой читки этот слон Мартин, он все время присутствует с нами, он слушает, как мы ему читаем. Поэтому мы назвали, в общем, этот проект «Сказки для Мартина». То есть мы читаем не просто так, мы читаем ему. Ну, сегодня мы будем читать, действительно, и в нашем прямом эфире подходящее, по-моему, время для этого. Воскресное утро, такая неторопливая атмосфера, обстановка, почему бы не почитать. Хочу, ребят, вас спросить про ваши любимые книжки, перед тем, как мы начнем читать. Соня, расскажи про свои любимые книжки. Ну, во-первых, я думала, что у меня нету таких прям детских книг, потому что меня мама растила на Гарри Поттере, на Армии. Мама растила на Гарри Поттере. Да, можно так сказать, на книгах таких, более взрослых, все-таки, там, 10+, 12+. Но вот мне напомнили книгу, как раз я вот за ней, ну, о ней совсем забыла, потому что мне ее постоянно читали. Ну, и как бывает, книги забываются. То есть забыла автора и забыла название. Да, забыла автора и забыла название, и забыла, где она лежит. И вот меня сейчас на ней напомнили, и мне стало так грустно просто. Я думаю, я же ее очень любила. И я не знаю, где она сейчас. Но у меня еще были книги, по-моему, про баб... Не помню, как называется она, Б, короче, каких-то детей. Нет, не букварь, которые... Букварь у меня тоже был, которые бегают, там, они странные существа, там, два Томас, и я не помню, как она называлась. Но, наверное, можно вспомнить «Мед для мамы» книжка про зайчика. Мед для мамы? Да, про зайчика, который бегал по городу, потому что его мама заболела, и он решил, что лучше для нее рекарства – это баночка меда. И вот он путешествует, ему помогают, там, через дорогу проводят. Он встречает разных друзей, и он попадает в этот магазинчик с медом, берет баночку. А вот как вернуться домой? Это же очень трудная задача. И вот он встречает друга, и они вместе возвращают его домой через множество приключений. Интересно. Да. Ну, Злата, я думаю, у тебя тоже есть любопытная своя история про любимую книжку. У меня есть любимая книга, я думаю, ее все знают. Это книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Конечно, замечательная штука. Она мне нравится, потому что там очень интересные, яркие персонажи. Мои любимые из них – это, наверное, Шляпник. Очень интересный такой герой. Яркий, веселый. И, наверное, его полная противоположность – это Красная Королева. Мне тоже нравится ее образ. Такая маленькая, строгая женщина с большой головой, с маленькими губами. А мой любимый эпизод в этой книге – это как раз-таки Чаепитти, Шляпника, Кролика и Маленькой Мышки. Мне очень нравится он. И в ближайшем будущем я планирую прочитать эту книгу на английском языке. На английском? Да, я как раз ее принесла. Вы сейчас ее как раз держите у себя в руках. А как на английском звучит, Соня? «Алис в вон дер лэнд». «Алис в вон дер лэнд». Вау. Так, давайте Мише слово передадим. Миша, Литон, через «и». Расскажи про свою книжку. Я вижу, ты ее держишь у себя в руках, да? Моя любимая книжка – это сказки Александра Сергеевича Пушкина. Сказка о рыбаке и рыбке. Любимая сказка о рыбаке и рыбке. Отлично. Это очень здорово. А что еще? Я прям помню ее. А что еще? Я очень давно помню. Так можно в один ряд поставить своими любимыми книжками. Я люблю вообще-то… Пушкин целиком? Да. Да. Пушкин. А на память можешь что-нибудь вспомнить? Александр Сергеевич. «Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Раз, пошел старик удить неводом рыбу. А дальше не помню». Ну, ты главное помнишь, с чего начинается развитие и с чем оно заканчивается. Хорошо. Миша, ты сегодня у нас отвечаешь за вопросы для наших слушателей, да? 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Сейчас Миша Литон озвучит вопрос. Вопросы у него замысловы, а ты сегодня. Ну, как обычно, вы можете, наши слушатели, юные, пользоваться всевозможными подсказками. «Гугл в помощь». Ну, «Гугл в помощь», да. Это моя фраза. Итак, внимание, задавай вопрос. Итак, какая сказка «Братьев Гримм» послужила основой для сказки Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке?»? То есть «Братья Гримм» сначала что-то написали, а потом Пушкин переделал основой. Ну, да. Например, есть у него книжка тоже странная «Братья Гримм», которую написали. Это не красная шапочка, а красная накидка, и там намного все... Так, не сбивай, не сбивай наших слушателей. 211-101, у «Братьев Гримм» была какая-то книжка, на основе которой Александр Сергеевич Пушкин написал свою сказку о рыбаке и рыбке. Ждем ваших звонков. Ну что, Ольга, вы свою-то роль в этом проекте не обозначили «Сказки для Мартина». Вы непосредственно чтец. Да, я читала один раз, когда мы читали уже другую книгу, не про Мартина, то я читала книгу, которая называется «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни». Сейчас Наталья держит в руках эту книгу, это все мы запечатлением, потом на сайте выложим видео нашей передачи, нашего общения. Да, и написали эту книгу две сестры, то есть написала Дина Сабитова, а оформила, иллюстрировала ее сестра Алика Калайда, художница. Вот, они очень интересные две тетечки. Вот, например, Дина живет сейчас в Коста-Рике. Это, наверное... Это очень далеко, и там очень тепло. Да, наверняка. Это такое небольшое государство в Америке, и омывается оно с двух сторон, двумя разными океанами. С одной стороны Тихий, с другой Атлантический океан. Вот. Вы прямо о море напоминаете. Прям хочется туда отправиться. У них получается, если живешь в середине Коста-Рики, то получается, туда пойдешь в океан поплаваешь, туда пойдешь в океан поплаваешь. Да, да. Получается так. У нас есть желающие ответить на вопрос Миши. Миша, напомни, пожалуйста, вопрос, а Соня уже будет общаться с нашим слушателем, или слушательницей. Какая сказка «Братьев Гримм» послужила основой для сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»? Давай, Соня. Привет. Привет. Как тебя зовут? Представься, пожалуйста. Меня зовут Милана, мне 12 лет. Я не расслышал. 13? 12? Сколько тебе? 12. 12. Отлично. Милана? Милана. Да, из какой ты школы? Из 70-х. Хорошо, отвечай на вопрос. Давай. Основой для сказки послужила померанская сказка о рыбаке и его жене, в конце концов с которой старуха захочет стать папой римским. Это правильный ответ, Миша? Да, правильный, только в нашей сказке она захотела стать владычей морской и осталась у разбитого корыта, потом она захотела стать папой римским и прижала не стать Господом Богом, она уже тогда осталась ни с чем. Ну, в общем, сюжетная линия. Прижала не стать Господом Богом. Сюжетная линия. Ну, в общем-то, ты большая молодец, мы передаем тебе нашему редактору. Подожди, дай спросим, есть ли любимая книжка, любимая история у Милана? А, любимая книжка у тебя какая? Милан. Милана? Мне кажется, человек, который... Есть ли у тебя любимая книжка или любимый автор? Есть. Джен Эйр. Еще раз. Джен Эйр. Джен Эйр. Джен Эйр. Понятно. Молодец. Мы, кстати, не озвучили призы, которые у нас сегодня есть, но давай мы сейчас передадим редактору Милане, а сейчас в эфире Соня все-таки озвучит этот самый список. Пожалуйста. У нас есть книги и приглашения. Книги, энциклопедия «Горы и минералы» для читателей от 6 лет, «Природа в деталях на морском берегу» для ребят от 6 лет, «Космонавт», руководство для начинающих 6+, Андрей Юсачев, «Умная собачка Соня» для читателей любого возраста, Эльвира Смелек, «Плохая примета на счастье» 12+, Джон Стивенс, «Изумрудный атлас», «Сила настоящего волшебства» 12+, и приглашения. Приглашения на двоих театр на «Спаской», на спектакль «Морозка», приглашения на двоих кота-кафе «Зоки», приглашения на двоих в первый батутный парк «Марио», приглашения на двоих к кинотеатр «Смена» и приглашения на «Масленицев заповедник сказок» на одного человека. Вот так вот, такие призы у нас сегодня, по-моему, очень даже хорошо. 211 из 101, у нас остаётся 5 минут до небольшой музыкальной паузы, и у нас будет музыка звучать, которая звучит в ходе ваших встреч. У нас вот та, которая звучала тогда, когда мы читали вот эту книжку. Кстати, 0+, возрастное ограничение, я напомню, вот эти сказки для Мартина. Ну что, давайте читать? Ну давайте, наверное, мы сейчас начнём читать. Атмосферу, да. Главу, которая называется... Смотри, ты спроси, что ты хочешь? Нет. Нет? «Мы жгликерии, маленькие пупырышки». Маленькие пупырышки. Это моя любимая голова была. Да. А моя другая любимая. Про грязь. Мне тоже нравится, да, про грязь. Мы жгликерия всегда ходила босиком. Ей нравилось, как трава щекочет задние лапы. И ещё ей нравилось ходить по гладкому асфальту после дождя. И тёплая мягкая пыль ей нравилась. Лапа утопала в ней по щиколотку. Но особенно гликерии нравилась, если по дороге попадалась коричневая жидкая грязь. Потому что она приятно чавкает, когда в ней топчешься. И иногда даже получается так, что из-под пальцев всплывал и густо лопался замечательный пузырь. И лапы, аккуратно обмазанные грязью, гликерии нравились. Гликерия всегда представляла, что на ней фельдеперсовые чулочки шоколадного цвета. Что такое фельдеперсовые? Что такое фельдеперсовые? Гликерия не знала. А кто знает? Я так и не выяснила. Я сначала посмотрела по первой главе, кто такой мексиканский душканчик для начала. Потом я такая, а что такое про чулочки? И так и не посмотрела, потому что интернета не хватило. Давайте зададим этот вопрос слушателям. Что такое фельдепрессивные чулки? Фельдеперсовые. Депрессивные чулки. Это у нас главный вопрос сегодня программы «Открывашка» будет, видимо. Ну, действительно, да. Еще раз, как это звучит? Фельдеперсовые. Фельдеперсовые. Слушайте, просто такая ситуация, мы-то ведь не знаем. То есть нам... То есть нам будет труднее, чем вам. Все, что угодно могут сказать наши слушатели. Нам могут сказать там любой материал, и мы такие «О-о-о, да!» Ну, это правильно. 211. Мы не шутим, мы действительно задаем такой вопрос. Давайте вместе разбираться. Подскажите нас, просветите нам. Нас, да. Однажды в среду Гликерия собралась в гости к старой знакомой. Старая знакомая так долго жила на свете, что полагала неприличным бегать по гостям самой, как какая-нибудь молоденькая зверушка. Поэтому все приходили к ней в гости и приносили подарки. А хозяйка угощала пришедших смородиновым чаем с маковым рулетом. Гликерия надела свое самое любимое платье, но то самое, с сиреневыми цветочками на подоле и полосатыми рукавами, и отправилась в гости. Она шла босиком и рассеянно думала о том, что ее маленькие лапки с аккуратными пальчиками очень мило выглядывают из-под сиреневых оборок. В подарок старой знакомой на этот раз она несла моток белых ниток. Старая знакомая очень любила вязать салфетки и связала их уже целую тысячу. Поэтому новый моток ниток был всегда кстати. Дорогу Гликерия знала наизусть и могла идти с закрытыми глазами. Сначала немного шелковых клеверных листочков, потом направо по сыпучему горячему песку минуты три, потом по краешку тропинки под соснами, по сухим сосновым иголкам. Если ставить лапку аккуратно, никогда не уколешься. «Здравствуй, Гликерия!» – сказала старая знакомая и протянула лапу за подарком. Гликерия положила в протянутую лапу белый клубок и сделала книгсон. Так и что такое книгсон? Вот это вот что? Это как я делаю поклон. Да, верно. Привет, привет. Приветственный жест. Или благодарность. Обувь можно не снимать, проходи прямо в туфельках, продолжала старая знакомая. Ведь предлагать гостям тапочки – дурной тон. Старая знакомая знала о хороших манерах все. Гликерия услышала предложение не снимать обувь и немножко растерялась. Она подумала, что в гостях, конечно же, надо стараться выполнять пожелания хозяев, иначе получится невежливо. И теперь, с одной стороны, она поступает так, как ей велели, то есть не снимает обувь. Но, с другой стороны, она не может, как ей было предложено, пройти прямо в туфельках. Ведь у гликерии нет никаких туфель. Давайте мы примем звонок, сделаем небольшую паузу в этом прекрасном повествовании. Злата, приветствуй нашего слушателя. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Мне 12 лет, я из школы ВГГ, 7-й Б-класс. Какой молодец, Александр, прям на зубок. А у тебя есть какая-нибудь любимая книжка или любимый автор просто? Да, любимый автор это Рик Риордан, его книги про Перси Джексона и Магнуса Чаиза. Самая лучшая книга вообще. А, ну, известная штука, да. Александра, ты нам в первый раз звонишь? Нет, не в первый. Он не в первый раз, мы его несколько раз слушали. Подожди, не перебивайте. Не в первый. И ты уже благополучно отвечал, да, на наши вопросы и выигрывал призы. Хорошо. Давай, Исааш. Миш, напомню, пожалуйста, вопрос. Что такое фельдопрессовый? Фельдоперсовый. 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 Депрессовый. Фельдоперсовый. Саш, ну, просвети нас. Фельдоперсовые шнурки, это чулки из фельдоперса. А фельдоперс это особо обработанный, более шелковистый и тонкий фельдикоз. Правильно. Какое там слово в конце подозвучало? Фельдикоз. Фельдикоз. Все понятно же, фельдикоз. Мы все глубже и глубже проваливаемся, я вас знаю. Это правильный ответ. Это бумажная плацтяжа. Отлично. Мы верим тебе. Вот прям молодец. На слово прям знаем, что ты не врешь. Мы запомним, да. Мы сейчас тебе передаем нашему редактору. С ней ты разберешься, собственно, что хочешь получить. Приглашение, либо какую-то книжку. У нас время музыкальной паузы подошло, да? После чего продолжим наше чтение. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжается программа «Открывашка». 10 часов 32 минуты. Всем отличного настроения. Доброго утра. Ведут сегодня «Открывашку» Миша Литон, Злата Андреева, Софья Занько. Меня зовут Владимир Сметанин. Давайте еще раз поприветствуем наших слушателей. Ура! Доброе утро. 211-101. Напоминаем номер нашего телефона. Хочется еще разыграть следующий приз. Миша, задай, пожалуйста, вопрос нашим слушателям. И наша гостья Ольга Чаузова, актриса театра «Наспаска», продолжит чтение. Александр Сергеевич Пушкин был рад, что в его сказке о царе Салтане есть всего одно слово на букву «Ф». Какое это слово? Всего лишь одно слово на букву «Ф». Но повторяется три раза. А я даже не помню. 211-101. Вот такая вот загадочка замысловатая от Миши. Ждем ваших звонков и продолжаем чтение. Можно я будет вопрос принять? Конечно. Итак, мы читаем про пупырышки. Как мы помним, у гликерии не было никаких туфель. И вот гликерия смущенно затопталась у порога и даже начала немножко приседать, чтобы скрыть подсиреневая оборка и босые лапки. Но надо признать, что босым лапкам в гостях у старой знакомой было приятно. Потому что в прихожей был прохладный и гладкий паркет. А когда гликерия все же шагнула в гостиную, то лапки попали прямо на пушистый мягкий ковер. «Ах, гликерия, да ты никак босиком!» Воскликнула за ее спиной хозяйка. И все гости повернулись к гликерии. «Как это мило!» Сказала дама с аккуратно причесанным на прямой пробор хвостом. «Какая непосредственность!» Прищурилась дама с лихо подкрашенными кисточками на острых ушках. «Очаровательно!» Склонила голову дама с напудренными серебряной пудрой усами. Гликерия почесала правой задней лапкой левую и посмотрела на гостей. Все, без исключения дамы, были на высоких каблуках. Дамы, увидев босую гликерию, очень обрадовались. Ведь в гостях надо чем-то заниматься. Например, играть в «Кто сегодня не пришел?» Или считать серебряные вилки. Или придумывать темы для светской беседы. А теперь все обступили гликерию и наперебой начали советовать ей, какие именно надо купить туфли. Непременно на высоком каблуке. Потому что ходить босой неприлично. Гликерия вздохнула, развернулась и пошла в обувной магазин. «Если бы эти туфли начали говорить», — размышляла гликерия, продвигаясь маленькими шажками вдоль полок, «я бы уж, наверное, обращалась к ним только на «вы». Но, полагаю, они вообще не стали бы со мной разговаривать. Украдкой в уголке гликерия примерила пару поскромнее. Ноги выгнулись колесом, колени дрожали. Ходить гликерия могла, но только цепляясь за мебель и помогая себе хвостом. В глазах стоял туман. В тумане было не видно, где кончаются туфельные носы. Сняла гликерия туфли, дальше пошла. Туман рассеялся. «О, вот это как раз для меня нестерпимая красота!» Нашла гликерия обувку. Верх мягкий, синий, с заклепочками. Шнурки длинные-предлинные и большими бантиками завязаны. Носок круглый, белый. И подошва белая, ровная, с выбитым узором. Уголки, кружки и маленькие пупырышки. Пупырышки гликерию особо очаровали. Купила гликерия синие кеды. Лапе удобно. Идет гликерия домой по песчаной тропке. За ней по песку тянутся уголки, кружки и пупырышки. Оборачивается гликерия. Любуется пупырышками. А босиком можно и завтра походить. Очаровательно. У нас есть звонок, желающий ответить на вопрос. Будет Миша общаться. Привет. Здравствуйте. Говори громче, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуй. Как тебя зовут? Меня зовут Света. Мне 9 лет. Я из школы Петербургский лицей. Я хочу ответить на первый вопрос. Ну, на самом деле, это уже не первый вопрос у нас в открывашке. Напомни вопрос, Миша, пожалуйста. Александр Сергеевич Пушкин был рад, что в его сказке о царе Султане есть всего одно слово на букву F. Это слово флот. Это правильный ответ. А что такое флот? Давайте не будем путать нашу дорогую слушательницу. Она не первый раз нам звонит, и она проверяла уже свою ум. Так что, я думаю, она правильно ответила. А вы-то знаете, что такое флот? А-а-а-а. Хороший вопрос. Вот Миша дянет руку, сейчас Миша скажет нам. Флот это там, это корабли, ну, это военные корабли, которых много, на них служат, и как бы флот это один. В общем, флот это такая группировка, много или несколько кораблей, собственно, да, разных размеров, больших, поменьше, это все вот, ну, и, конечно же, люди, моряки, это тоже часть флота, так ведь? Люди. А ты какую книжку хочешь? Она, наверное... А может, и книжку? Ну, книжку для приглашения, да. Какие есть книжки? Ой, давай мы тебе редактору. Так, давай мы тебе редактору передаем, чтобы не тратить на это время и продолжить наше чтение. 211-101, я предлагаю Мишу следующий вопрос задать. Почему бы и нет? Активно у нас сегодня слушатели звонят. Есть у нас сказка про Колобка. У нас главный герой, исходя из названия, Колобок. Угу. Из лучших английских писателей появился новый герой. Появился новый герой. Это... Сотруд... Ну... Так, только не говори ответ сейчас. Подожди, о чем идет речь? На основе сказки Колобок английские писатели создали... Создали, ну... Персонажа. Персонажа. Персонажа, да. Вопрос, кто это? Кто это? А он тоже круглый? Да. Его там тоже по сусекам мели, скребли. Да, вы сейчас ответ скажете, не надо. Ну, хорошо. Нет, на самом деле, я в тупике, да. Потому что я не знаю ответа на этот вопрос. В общем, английский аналог нашего Колобка мы хотим, да? Да. Знать. Коллега нашего Колобка. А-а-а, все! Коллега нашего Колобка. Да? Дошло, да-да-да-да-да. Это Слата правильно говорит мне. 211-101, напоминаю номер нашего телефона. Продолжаем чтение. Да, я предлагаю сейчас начать читать нашим ведущим, да? И мы предлагаем главу, которая называется «В ликери и деревянный сан». Давай, Миша Литун сейчас будет читать. Нет, Миша, тебе нельзя уходить из-за микрофона, да? Ты просто так аккуратно располагайся, чтобы микрофон не повредить и чтобы... Как будем читать? По абзацу, как Школя? Тебе было хорошо, да. Давай, Пеплица. Тогда давайте вы меня остановите, когда... Хорошо. Нет, смотри, вот там вот белая строка новая начинается. Это абзац называется. Ну, я понял, да. Да. Тебя остановит слушатель, когда позвонит и отвечать на вопрос будет. Давай, поехали. Не торопяйся. С удовольствием. Хорошо. Мышь Гликерия выглянула в окно и вздохнула от счастья. За ночь все, что было за окном. Яблоню, крыльцо, забор, лужайку. Все засыпало снегом. Гликерия так обрадовалась, что даже не стала покопить утреннее какао, а сразу, прямо в ночной рубашке и босиком побежала на крыльцо. Она постояла немного в проеме двери, а потом, осторожно, задержав дыхание, коснулась босой лапкой нежной белой бархатной поверхности. Тонкий слой снега быстро протаял под ее узким следом и показались серые доски террасы. Тогда Гликерия попробовала еще раз другой лапкой и одернула ее быстрее. Новый след вышел на загляденье, аккуратный и четкий. Вот пятка во длинные пальцы. Так, кто дальше берет? Давайте я попробую, а потом Злата, окей. Так, вот. Или звонок примем? Нет, нет, нет. Слушай, давайте звонок. Наверное, нужно принять нам звонок. Спасибо. Хорошо. А теперь, Эля, принимаем звонок, да? Да, давайте. Кто примет? Злата? Злата? Злата. Злата примет. Привет. Как тебя зовут? Здравствуйте. Меня зовут Полина, я из 60-й школы, мне 11 лет. Очень приятно, Полина. А есть у тебя любимый писатель или, может быть, поэт? Я еще не знаю. Понятно. Давай, отвечай на вопрос. Джонни Пончик. Это правильный ответ. А мы думали, шелтай-болтай. Да, мы думали, это шелтай-болтай. Шелтай-болтай? Вольно похоже. Шелтай-болтай. Мы думали. А как правильный ответ? Джонни Пончик. Кто это? Джонни Пончик, боже мой. Я открытие для себя сделал, я ни разу не слышал. Это наш колобок, только расплеченный и с дырочкой. Ладно. Очаровательный. Хороший ответ. Картинку нарисовала, расплеченный. Так, наверное, мы тебя нашему редактору отдаем, да? Все. Добрые руки. Да, конечно. Не клади, пожалуйста, трубку с нашим редактором, пообщайся. Собственно, вы определитесь, какой приз хочешь получить. Ну что, Соня, ты читаешь? Так, продолжай. Соня, ты читаешь, да? Для Керия полюбовалась на отпечаток лапы и пошла в дом. Из кухни слышался тонкий призывный свист чайника. За ней тянулись высыхая влажные следы. Пока она пила какао, снег повалил густыми хлопьями. Пожалуй, после обеда можно будет пойти кататься на лыжах, решила Гликерия. В чуланчике под лестницей, где хранились лыжи, вкусно пахло сушеной малиной, лыжной мазью и самую малость пылью. Гликерия достала чехол с лыжами и разложила их на полу в коридоре. Гликерины лыжи достались ей в наследство от тетушки. Были они покрашены ярко-красной краской. Хотя, конечно, местами краска уже облупилась и слезла, но, честное слово, они были когда-то красными. На тускло-серебристых креплениях висели, приподняв пятки, черные ботинки. А еще к лыжам были примотаны веревочкой две палки, бамбуковые, с широкими кружками... Кружками. Да, кружками, извиняюсь. Кружками на крестовинке из кожаных ремешков. Первым делом Гликерия отстегнула ботинки. Они давно потеряли первоначальную гладкость и черными мятыми шельшавыми боками походили на две высохшие черно... Черносливы. Черносливины. Черносливины. Так бывает, забудешь пакетик с черносливом в чулане года на три и достаешь потом каменно сохшиеся, покрытые седоватой плесенью и пылью длинные черносливины, которые пахнут черносливом едва-едва. Дальше Миша. Где остановился? Ты подскажи им. Так, вот смотри. А тут и после обеда настало. Вот здесь. Вот. Надела Гликерия полосатые шерстяные носки, натянула на ноги ботинки и принялась туда-сюда прокаживаться, ботинки разминать. А тут и после обеда настало. Когда Гликерия добралась до городского парка, где она любила кататься по сосновым аллеям и еще с горки, она увидела, что друзья и соседи уже проторили вдоль и поперек парка лыжни. Так что ей оставалось только решить, куда поехать, к летнему театру или в сторону катка. Давайте Оле дадим. Ольге что вызывай обратно? Актрис театр у нас, паспорт. Гликерия неторопливо поставила лыжи на снег, пристегнула лапы в ботинках, натянула поглубже на уши лиловую шапочку, взяла палки, оттолкнулась и поехала. Поехала. Сперва она ехала прямо, никуда не сворачивая. Над ее головой проплывали верхушки сосен. Она отталкивалась палками, двигала длинными лыжами и была очень довольна собой. Вот только ей казалось, что к свежему ясному свисту снега под полозьями лыж примешивается еще какой-то странный звук. Больше всего это было похоже на приглушенное недовольное бормотание. Но когда она решила свернуть в сторону горки, случилось неожиданное. Правая лыжа поехала туда, куда ее направила Гликерия, а вот левая задержалась на секунду, а потом решительно свернула налево. Гликерия поднялась, отряхнулась и снова встала на лыжню. Однако, когда она попыталась тронуться с места, левая лыжа осталась на месте и даже слегка отпрянула назад. Третий раз Гликерия не стала искушать судьбу. Чай мы не в сказке, чтобы три раза в снег-то бухаться, подумала Гликерия. Она отстегнула лыжи, подхватила подмышку палки и отправилась домой. Пока она тащила лыжи, бормотание стихло. Палки она оставила в коридоре, а с лыжами наперевес решительно прошагала в гостиную. Там она положила их на ковер и сказала в воздух, никому не обращаясь. Так, и в чем, собственно, дело? Во-первых, поставь меня и этого правого тоже к печке. Зачем к печке? Слегка оторопела Гликерия от такого начала разговора с собственными старыми лыжами. Затем сварливо отозвалась левая лыжа, что обычно лыжи у печки стоят. Так уж у нас у лыж принято. Но у меня нет печки, смутилась Гликерия и добавила с надеждой. А может, камин подойдет? Камин подойдет, ответили ей лыжи хором. Гликерия прислонила лыжи к стене у камина и посмотрела на них в упор со всей возможной решительностью. Так в чем все же дело? Почему вы поехали не туда, куда я хотела? Простите, Гликерия, вежливо отозвалась правая лыжа. Я лично поехал как раз в правильном направлении, а за этого я не отвечаю. Я ему говорил, вот пусть он объясняется с вами сам. И объяснюсь. С вызовом откликнулась левая лыжа. Вот вы, Гликерия, никогда не задумывались, что собеседника надо называть по имени. Это вас по имени, удивилась Гликерия. Нас, нас. Вы даже никогда не поинтересовались, как нас зовут. Лыжи и лыжи. А как вас зовут? Вытращила глаза Гликерия. Меня? Игнатий, ответила левая лыжа. А его? Его зовут. Аполлинарий. Гликерия подумала немножко и уточнила, а почему у вас имена мужские? Вы ведь лыжи. Не надо обобщать, нервно взвизгнул Игнатий. Надоело это уже? Лыжи, лыжи, все время лыжи. Как будто у каждого из нас нет своего имени. Поймите вы, мышь, что это оскорбительно. Мы живем все время вместе, привязанные друг к другу. Выглядим практически одинаково, едем всегда в одну сторону. А ведь каждый из нас личность со своими желаниями. И голос Игнатия сорвался. Что вас так удивила Гликерия? Вежливо вступил в разговор Аполлинарий. Я просто предполагала, осторожно косясь в сторону всхлипывающего Игнатия, ответила Гликерия, что раз вы, извините, лыжи, то каждый из вас по отдельности лыжа. Эээ, женского рода, знаете ли. Лыжа? Скинулся Игнатий. А не вежа, по-вашему. Какого рода? Зависит от... замялась Гликерия, стараясь не обижаться. Вот и у нас зависит, отрезал Игнатий. Знаете, Гликерия, деликатно улыбнулся Аполлинарий. Я, конечно, не одобряю его методы, и вы извините, что мы вас два раза в парке уронили, но вот если бы нам немножко индивидуальности, своего жизненного пространства, немножко, самую малость. Гликерия села на диванчик и подумала. Потом она встала и сказала, я вот что хочу вам предложить. Как вы отнесетесь к тому, что Игнатий будет жить в чуланчике под лестницей, а вы, Аполлинарий, в кладовке у вешалки. Это не очень далеко, и вы могли бы иногда ходить друг к другу в гости. Это было бы прекрасно, просиял Аполлинарий, а Игнатий пробурчал. Иногда и мышам приходят в голову здравые идеи. Вечером, когда с новосельем было покончено, Гликерия пригласила лыжи к себе на ужин. В вазочке посередине стола лежала целая куча разноцветных брусочков лыжной мази, и Гликерия быстро выяснила, что Игнатий очень любит мазь в синей обертке, а Аполлинарий в белой обертке с зеленой полосой. Палки Агнесса и Ираида, тоже приглашенные к столу, смущенно хихикали, а на вопрос о жизни ответили, что их все устраивает, и жить каждая предпочитает вместе с сестрой. Ботинки же от приглашения к столу отказались, они любили завалиться спать пораньше. Всей компанией они решили, что завтра с утра отправятся кататься с горки. Потом Гликерия достала баночки с краской и подновила Аполлинария, а Игнатий вдруг смутился и попросил покрасить его белой краской. Понимаете, мне всегда казалось, что белое мне бы пошло, но приходилось носить то же, что и он, бормотал Игнатий тихо, пока и Гликерия осторожно соскребала слой старой краски. Потом лыжи, ах, простите, потом Игнатий и Аполлинарий улеглись по своим комнатам сохнуть и спать. Гликерия вышла на террасу, аккуратно огибая красивый след босой лапы, оставленный утром, облокотилась оперила и пару минут любовалась заснеженным садом. Потом она зевнула и отправилась спать. Кстати, завтра, подумала Гликерия, засыпая, надо уточнить, как зовут деревянные санки, а то неудобно. Спасибо. Замечательно. Мы же Гликерия, просто там по ходу много вопросов рождается. Есть ли у нее родственники, мама, папа, есть ли у нее друзья, или она так по жене только с предметами общается. Родители тоже точно есть. В одной из глав она им звонила по поводу того, почему они назвали ее Гликерией. И почему же ее назвали Гликерией, есть ответы на этот вопрос? Потому что они почитали то, что красиво звучит Мыша-Луша. Мыша-Луша? Ну, исходя из того, что там было написано, да. Мыша-Луша. Она пыталась сменить себе имя. Да? А возраст Гликерии, он известен там? Я думаю, надо спросить, как вы думаете, У меня такое чувство, что ей 18, может, 20. А мне кажется, 16. Ну, как бы, Гликерия с родителей такая живет нормально себе, так все отлично. Тут надо судить, наверное, по тому, как она говорит, как она формулирует, то есть ее кругозор. Она достаточно такая не юная уже мышка-то получается. А у Мыши другой возраст, ведь? Да. Давайте сейчас перейдем на мышиный возраст и скажем, сколько нам лет. Давайте зададим вопрос нашим слушателям. 211-101 у Миши Летуна еще есть. Еще два вопроса осталось. Ну, один-то мы точно успеем задать. Пожалуйста, 211-101. В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть фраза «По прыгуни стрекоза, лето красное пропело». Известно, что стрекозы не поют. А раньше стрекоза обозначала несколько названий насекомых. Кто герой басни? Я что-то запутался. Мне вот, например, нравится у Гликерии немножко разбавить тему, что первая глава самая, она довольно забавная, там очень весело. Я вот, например, смеялась на каждом моменте. Про хвост? Да, про хвост. И я такая, о боже, хвост говорит, что происходит? Вот. А это она хотела себе хвост приставить новым? когда она говорила, и сейчас он скажет, что видел Гликерию, там, этого, мексиканского тушканчика, да? Я посмотрела, хвост-то у него не такой уж пушистый. Наверное, это все-таки был другой какой-то... Я прошу прощения, Миш, наш редактор озадачен, вопрос еще, просит повторить, потому что... Так, давай еще разочек. В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть фраза «По прогоне стрекоза лето красное пропело». Известно, что стрекозы не поют. Раньше стрекоза обозначала несколько названий насекомых. Кто на самом деле герой басни? А кто из насекомых поет? То есть там не стрекоза было? Там не стрекоза. Не стрекоза? И кто-нибудь такой говорит, это птица. Пум! Мотк взрывается резко. А кто из насекомых тогда поет? А, у меня такое чувство, что... То есть поющее насекомое должно быть, да? Какое-то? Ну да. Поющее насекомое. Жужащие. какое поющее насекомое является одной из главных героиней? Футболку со стрекозой, да? Это был такой ход конем, да? Нет, это случайность. Кто на самом деле является героем вот этой самой басни? Поющее насекомое. 211-101. Ребята, есть еще пара, тройка минут. Вот эти встречи, эти чтения, они продолжаются в театре, да? Расскажите. Да, я хочу сказать, что мы, в общем, стараемся проводить их примерно раз в месяц. Заранее мы пишем об этом в нашей группе ВКонтакте. И я всех приглашаю приходить к нам, потому что мы всегда очень тщательно отбираем книжку. Следующая книга, которую мы будем читать, это сказки Марины Дмитриевны Карпичевой «Часы с попугаем». И когда вы придете, мы всегда пытаемся создать атмосферу, музыку, мы каждый раз выбираем разную. Каждый раз рассказываем, кто же такой театральный наш невидимка и кто такой Экус. Так что вы приходите, Я могу предложить вам книгу, но она такая детская или не детская, но со смыслом. Называется «Разноцветная». В дальнейшем для будущих встреч есть такая книга, наверное, знают, взрослая, я не знаю, но вы-то, возможно, знаете. Может быть, не знаю. «Разноцветные сказки» называются. Знаете такую книгу? Она очень для меня много значит все-таки. Там она добрая. А кто ее написал, ты знаешь? Нет, я не помню. Нет, кто написал «Разноцветные сказки». Я только помню с самого начала, когда там такая обложка с автором, и там сказки падают разного названия. Там было забавно. Понятно. Да, я думаю, вдруг понравится. Хорошо, спасибо. Я учту все предложения. Да, да. Вот, и каждый раз мы... То есть Оля Чаузова, вот она читала книгу про Мэш Гликерию, в следующий раз будут совсем другие актеры, и мы стараемся, чтобы каждый актер прошел через эту читку. То есть вы познакомитесь с актерами, вы будете сидеть на мягком пушистом ковре под пледами и на подушках. То есть актеры будут сидеть вместе с вами. И после того, как они почитают вам отрывки или целую книгу, там по-разному у нас бывает, у вас обязательно будет мастер-класса от нашего театрального педагога Кати Масленниковой. А что именно? В чем суть? Суть в том, что на основе книги мы выбираем, что мы будем делать потом. Обычно приходят просто совсем маленькие дети, дошкольники с родителями. Вот, например, после Гликерии, а Гликерия очень любила коллекционировать, кстати, она большой коллекционер, и больше всего на что любила коллекционировать, Миша? Безделушки. Безделушки. Ложечки. Ложечки. Ложечки, да. Там еще было, когда она посинявкой заболела. Посинявкой заболела. Посинявка? Посинявка у нее была такая болезнь. Не дук так, посинявка? Да. Ничего себе. Что-то? Она, когда бегала по полю, по ягодному, она... Бегала по черничному. По черничному полю, она запачкала синим соком, пришла в аптеку и сказала, у меня страшная посинявка. И на всякий случай показала руки. Ну, лапы в смысле. Ну, да, лапы. А когда к ней пришли домой доставка лекарств, ну, лекарства достать, курьер испугался и выронил эти... Такая она была синяя. Баночки. И испугался? Да. Потом он отдал все эти ложечки гликерии, а сам ушел. Она коллекционировала ложечки от сиропов. От сиропов. И поэтому наш мастер-класс был вот посвящен ложечкам. Наш звукорежиссер показывает, что все-таки мы должны уже завершать на сегодня программу «Открывашка». Спасибо вам большое. Спасибо за эту историю. В общем, можно следить в группе ВКонтакте. Да. Прекрасная история. Там всю информацию можно получить. Приходите. Спасибо большое. Наши гости Ольга Чаузова и Наталья Красильникова. Миш, я тебя поздравляю с весьма удачным дебютом. Ты такой молодец. Спасибо. Ты прямо вот на своем месте. Давай дальше будем сотрудничать, работать, вести программу «Открывашка». Ну, девчонки, конечно, как обычно. В ней всяких похвал. Злата Андреева, Софья Занько, Миша Летун. Меня зовут Владимир Сметанин. Еще раз всем отличного утра. И с наступающей весной. Три дня всего лишь остается. Да, что недолго. Здорово. До свидания. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».